В Таджикистане запретили деятельность ПИВД. Верховный суд Таджикистана вчера вечером удовлетворил из генерального прокурора о признании оппозиционной партии террористической и запретил ее деятельность на территории республики. Согласно решению суда, в Таджикистане будут запрещены выпуск партийной газеты на Джот, распространение видео, аудиопродукции, литературы, листовок партии, заблокирован партийный сайт. По решению суда также страну запрещен ввоз любых материалов, касающихся деятельности ПИВД. Как и ожидалось, в иске генпрокурора руководство партии было названо основным зачинщиком сентябрьских событий. В документе, направленном Верховному суду, указывается, что в партии планировали госпереворот и, в частности, нападение на Дворец нации, где располагается президентская администрация. Кроме того, генпрокуратура объявила членов ПИВД виновниками во всех вооруженных конфликтах, произошедших за последние пять лет на территории республики. Также указывается, что в ходе обыска в офисе партии было обнаружено 30 партийных брошюр, которые призывали к насилию и терактам. Запрет партии «Исламского возрождения» в Таджикистане не стало неожиданностью. Эксперты говорят, что граждане этой страны в течение последних пяти лет смогли наблюдать за компанией властей по дискредитации ПИВД. В СМИ то и дело появлялись так называемые «разглачительные материалы» против руководства оппозиционной партии. Наблюдатели говорят, что проблемы у оппозиционной партии начались после парламентских выборов 2010 года. Тогда, по неофициальным данным, ПИВД набрало не менее 40% голосов. Однако в ходе подсчета власти пошли на полномасштабные фальсификации, о которых потом заявили наблюдатели от ОБСЕ. Продолжение следует... Продолжение следует...